А у нас следующая команда. Тоже, кстати, белорусская. Тоже из Гомеля. Ну да, только называется она по-другому. Ультра Гомель. Правильно. Ребята, можно выходить. А ребята, знают, что они выступают сейчас? Знают, знают. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Друзья, вы знаете, в Украине первую рацию выступаем после белорусской команды. Очень непривычно это. Давайте познакомимся. Некоторых, может, знаете. Это Саша, я Андрей, это Родион. Команда Комин Ультра все вместе. И еще раз добрый вечер, Черника! Друзья, на самом деле, мало кто знает, мы сами только за кулисами это узнали, мы являемся самой сексуальной командой этого кубка. Не верите? Давайте посмотрим. Друзья, друзья! Дорогие друзья, зарядились, начинаем очень просто. Ситуация настолько простая, что ее можно показать просто без объявления. Смотрим. Вау, ну ты что, выйдешь? О, ну ты что, скоро там, а? Слышь, ну ты что, выходи на войну или мяч скинь, я не знаю. Друзья, без обеления не получится. Ющенко и Янукович под окнами СИЗО Юлии Тимошенко. Вау, ну ты что, выпьешь? СИЗО Юлии Тимошенко. Я сейчас тебе всеку. Блин, бать, извини, не признал, что ты ем. Бать, бать. Друзья, сейчас давайте пофантазируем и представим. Парень из города Чернигов расстается с девушкой из города Гомель. О, Радик, привет, как ты, малыш? Тихо, 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 спокойно, все нормально. Короче, я все решил. Мне надоело, понимаешь? Надоело мне. Прихожу домой наготовленное. Ну, от котлетки водишь. Да, спокойно, надоело мне это, понимаешь? Прихожу домой, все убрано, ни пылинки нету, ни одной. Тише, тише, тихо, спокойно. Мне это вот, ты понимаешь? Твой батя, директор винзавода, устроил меня с антиректором. Вот где ты меня, понимаешь? Закодировал уже ценно. Ну, неважно, вот она у тебя, понимаешь? Лексус мне новый подарил. Тоже, понимаешь, твой батя. А ну, вот где у меня сидит. Короче, я решил, нам нужно расстаться. Радик, это не из-за того, что я беременна. Нет, 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 ты что? Нет, нет. Двигаемся дальше, дорогие друзья. Все мы ездим на автомобилях, по крайней мере, многие из нас. Итак, обыкновенные случаи на дороге. Смотрим. Здравия желаю, сержант Панунаев. Предивите ваши документы. Вот, пожалуйста. Ну, я заранее предупреждаю, я веду аудиозапись. Аудиозапись, да? А видеозапись не ведете? Не, не веду. Тогда счастливого пути. Дорогие друзья, продолжаем. Следующий случай произошел в обычной, обыкновенной черниговской семье. Смотрим. Надуйся. О, слышь, ну, я сантехнику почуну. Что делать? Что починил? Ну, сантехнику почунил, плитку положил. Можешь покажу? Да нет, не надо, все нормально. Три года не чинил, тут починил. Ну? Ладно, что еще? Ну, это, гвозди есть у нас? Да есть гвозди, конечно, я не понимаю. Так давай пойду полку запью к тебе. Так, подожди, я не понимаю, сегодня что, 8 марта или праздник? Что ты собрался мне? Да какой 8 марта? Давай гвозди пойду запью к тебе. Полку какую-нибудь? На балконе иди, возьми, конечно. Все, пойду на балкон. Мам, слышь, ну, мамка твоя когда приезжает? Мама моя? Мама, да, мама. Ну, через месяц приезжает. А что такое? Да соскучился под тёщенькой, ротненькой. Аж душа болит. Реон, с тобой все нормально? Что случилось вообще? Объясни мне, что случилось? Что случилось? Что случилось? Летик был у меня котировать. Двигаемся дальше. Представьте обыкновенная ситуация. Парень пришел к девушке перестановить ей Windows. Светка. Ну, смотри. В общем, здесь дозал командор, так? Командор? То есть я тебе командовать могу? Беги, компьютер, включайся. Ну, представь, там можешь командовать. Хорошо, хорошо. Так, дальше смотри, фотошоп. Фотошоп? В контакте захотела фоточку поставить. Фотошоп зашла. Всё там сделано. То есть я могу тебе в солнышко, как будто бы на ладошке фотографировать. Да, 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 глупенькая. Хорошо, хорошо. Значит, всё тут простенько, правильно? Угу. Правильно. Всё, запомнил ещё раз. Фотошоп, тут лукомарин. Всё, я запомнил. Тры-тры-тры-тры. Сейчас, прости, секунду. Алло. Да, здорово, Саня. Да я тут к Светке зашёл, Windows перестанавливаю. Да чё ты ржёшь, дурак, реально Windows перестанавливаю? Да ты что, дебил? Я серьёзно Windows перестанавливаю. Вы дебил, я бил. Ну, в общем, короче, тут пуск, так, ну, понятно, пуск на левую. Так, Дой, что тут происходит? Опа, привет. А мне Родён пришёл тут Windows перестанавливать. Ну, па. Про антивишки не забудьте. Молодёй! Продолжаем, следующая ситуация произошла в обыкновенном черниговском магазине. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь, если хотите, мы тут с Улей. Да нет, нормально. Можно мне килограмм лимона дать мне, пожалуйста? Такой позитивный человек, а килограмм лимона берите. Килограмм лимона берите, конечно. Ага, спасибо. Может, ещё давайте мне лимонную фанту, там, я не знаю, что-нибудь. И фанту лимонную? Да, пожалуйста, такой улыбчивый человек, я не знаю, душа радуется, прям смотрю на него. Спасибо, спасибо. Может быть, я не знаю, ещё лимонная кислота. Вот, дайте мне... Да, пожалуйста, хоть килограмм лимонной кислоты. Давайте, пожалуйста. Позитивный человек, ничего не жалко. Так, кислика. А может, ещё что-нибудь покислее есть? А лычи хотите на руку? Свежая? Да, свежая, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, если кислика за мной, пожалуйста. Вот он, килограмм лимона, ищи, самая кислая, пожалуйста. Спасибо. Какой позитивный человек нам в этот районный магазин. Что же вас привело к нам? Понимаете? У меня от тёщи завтра похороны, а мне с таким лицом, ну, никак нельзя. Ну, я не знаю. Дорогие друзья, двигаемся дальше. Не знаю, как у вас в Чернигове. У нас в Гомеле, по крайней мере, есть такие реальные пацаны, которые живут в реальном районном дворе, у которых есть реальная машина. Ну, чё, займём, как все мои копы? Копейка, вообще боба, эти главы. Копейка, 87-го, ещё девочка. Девочка такая, эти главы. Девочка, главное, без жучков, без ничего. Слышь, давай-ка, попробуй завести стекло, ну-ка, там, спрятай. Да не крути ты так сильно. Снимайся на него. Закрывай, 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 давай. Всё, всё, закрывай, давай-ка. Слушай, не замутится, что-то. Скажи ещё. Давай-ка, девочка моя. Ротос, подсос! Сам ты подсос. Ты ни машину, ни тёлку завести не можешь вообще. Я говорю, подсос, подожми, пойди. Точно, подсос. О, завелась мне. О, нормально, можно и подкурить. Э, в салоне не курим. Блин, Санёк, это электронная. Таки у меня протез. Действительно, ну. Короче, нам. Всё, завелась по этим по бабам. По бабам тоже сейчас поедет, но о чём именно. Нет, пацаны, я не поеду. Эй, Дром, ты чё? Дром, ты чё? Да не поеду я с вами по бабам. А чё? Да мне надоело твою мамку и её поварик с работы забирать. Да дром, ты чё? Дорогие друзья, сейчас давайте переставим. В Чернигове тоже есть школы. Мы были удивлены. Итак, представьте случай на школьной линейке в городе Чернигове. Санёк! Слышь, ты свой пакет кому дарить будешь? Достань ты ко мне, тише, ну, мы ж вдвоём стоим. Ну, это первой классухи там подарю. В смысле первой классухи? Ну, классному руководителю, во. А первой училке дарить не будешь? Блин, точно. Ну, тогда я первой училке один цветок, как классухи в два. Санёк, ну ты тупой. Я тебе, короче, расскажу свой расклад. Ну? Короче, я беру свои три цветка. Ага. Дарю Ленке Коноваловой. Так она шкалявая. Ну и что, Санёк? У неё мамка и географицы. Ну и что? Короче, я ей дарю три цветка. Ага. На выпускном с ней танцую. После выпускного едем на дачу. Я, короче, к ней подкатываю, но всё получается. У-ху-ху-ху-ху! А смысл? Ну помнишь, мне мамка двойку по географии за четверть поставила? Так я ей отомщу! У-ху-ху! Блин, точно. Тогда я это, сыну русицы подарю. Петро! Петро! Ага. Друзья, продолжаем. Следующая ситуация произошла тоже в школе. Итак, представьте школьный медпункт. Товарищ медсестра, товарищ медсестра, сделайте что-нибудь. Что вы, грыжете, сделайте что-нибудь. Ну, пусть я тебе зелёнкой намажу. Не надо мне зелёнка, у меня аллергия на зелёнку. Ну, давай угля активированного дам. Не надо мне угля, у меня пачка шахтёр, я и на обед, и на ужин ем этот уголь. Так, ясно, хорошо. Фамилия как твоя? Колесниченко. Колесниченко. А друга твоего? Что? Что? Как? Пишите лампочки. Лампочки? Так и напишемся нормально, лампочки. Так, Колесниченко, ну, расскажи-ка мне, чё ты на себя стул одел? Понимаете, у меня мамка все вещи постирала, нужно же было хоть как-то в школу прийти. Смешно. А серьёзно? Если серьёзно, то мы поспорили. И кто победил? Пока непонятно. Нормально. Так, Колесниченко. Лампочки. О, так вы же у меня ещё и мазок не делали. Валим. Блин, Санёк! 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 Моя зайка! Ты спишь? Дурной! Ты знаешь, где я была? Анжела. Ну, те, чё могу быть на Судаке. Естественно, на пляже, ну ладно. Врачёплый мой маленький. Ну? Анжела, давай спать, чё ты начнёшь. Ну, какая тебе Анжела? Я Анжелочка. Так, во-первых, давай не спать, а сделаем это. Анжела, два часа ночи. Давай спать, зато я буду вставать, заберёк. Мы прямо сейчас сделаем это. Ты меня слышишь? Анжела. Давай. Давай. Хоть один разочек. Один раз и всё. Один, обещаю. И всё, ты от меня оставишь. И всё, я отстану. Один раз. Один. Один. Ладно, смотри, давай-давай-давай-давай. Один раз и всё. Класс! Дорогие друзья, и напоследок хотелось вот не сказать шутку, как делают все команды КВН, а сказать настоящую правду. Дело в том, что мы узнали, что работники Черниговского пивзавода на работу в понедельник выходят с удовольствием. Команды КВН, спасибо вам! Спасибо! КУบcrü질 Пänt Maine Бла! КОЛОНА 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 Продолжение следует...